Доброе утро! В эфире семейно объединяющая программа «Когда все дома». Сегодня в гостях у Виталия Играчёва, известного на весь мир, как Витас. Доброе утро! Доброе утро! Свет, как ты думаешь, для будущего семейного счастья, что большим залогом является со стороны детей? Послушание родителям или непослушание? Наверное, всего должно быть у мера. И это ответ дипломатический. Я считаю, что должно быть всего у мера, потому что если сильно послушный ребенок, это и не ребенок, а непослушный тоже нужно, чтобы был послушный ребенок. Поэтому я выбираю золотую среду. В каком возрасте вы покинули гнездо, из которого мама не отпускала? 15. 15 лет? Да. Я украл ее в 15 лет. Ей было 15, мне было 20. Я уже, видите, в 15 лет девушку выкрал из гнезда. Ну, ведь это же не выдуманная история. Она же была бы настоящая, да? То есть с нервами, с звонками, с перерезами. С резанием проводов. Вы же не знаете самого главного. Откуда же? Я боялся, что мои родители, Светины родители созвонятся. Ау, ты слушаешься? Созвонятся и предотвратят вот этот... Хищение невеста. Хищение невеста. Да, я перерезал, я уже знал эту ситуацию. Вот так немножко, я так вообще, в принципе, пожизненно пару шагов стараюсь смотреть вперед в будущее. Я перерезал провода, чтобы родители не созвонились. Просто взял кабель и перерезал. И куда же вы переехали? 20-летний из 15-летних. Здесь, в Москве, теперь мы живем уже счастливые 20 лет. Кстати, мы 20 лет вместе уже и 20 лет. Вот в следующем году будет большой юбилей, который я буду отмечать. Значит, по правдой, как мы говорим. Сценическая деятельность. То есть дочка ослушалась маму прямо в прямом смысле? Один раз, да. Надо рассказать про маму, рассказать о ее характере, о том, как она дочку воспитывала. И оберегала, прежде чем этот побег был совершен. Как ее имя, отчество? Ирина Валентиновна. Ирина Валентиновна. Да. Строга? Нет, она у меня добрая, хорошая. Она всегда... Явная, явная, переживается. Это вы довели. Она очень переживает. Вот теща золотая. Переживает, она всегда приходит на пол, она всегда может подсказать. А кто по профессии мамы? Мама учителя в младших классах. В какой момент мама все-таки смирилась? Я думаю, что с того момента, как она узнала, что я сбежала, мне кажется, она уже поняла, что... 15 лет, это какой класс? Это был тогда 10, закончила. 10 класс с артистом в Москву. Ну что делать в этом? Бывает так, как в кино. У гусара, да. Да и не только у гусара, все. Вопрос желания. Вот вы знаете, это же ведь сердцу не прикажешь. Примитивная, банальная фраза, но это работает. У меня была последняя золотая цепочка, когда мы ехали, вот, пересекали границы Украины и России. Она была же несовершеннолетняя, у нее не было паспорта, соответственно, не было свидетельства о рождении, потому что если бы мы начали тянуть где-то из-под кровати это свидетельство о рождении, то родители бы нас, выражаясь молодежным сленгом, спалили. Вот, и мы бы никуда не уехали, но я предвидел ситуацию, что могли бы возникнуть, к счастью, не возникли проблемы на поможне, и у меня была золотая цепочка, последняя я ее взял с собой, чтобы решить вопрос. Чтобы убедить, да, убедить, решить вопрос, но она не понадобилась. Все-таки, да, есть какие-то элементы эзотерические, видимо, которые управляют в какой-то степени нами, ну, так называемая, да, история с судьбой связанная. Это судьба, повезло. Я считаю, что у нас на сегодняшний день есть хорошая семья, прекрасные детки, любимая жена и большие перспективы в творчестве. У нее есть сестра, родная, Наталья зовут. Она тоже выступала в этом концерте, а Света участвовала в танцевальном номере. Света, наверное, увидела стартного красивого мальчика и решила остаться за кулисами. А что там со Светом случилось? Погас свет, но вспыхнул Света. Просто в конце номера, после песни Оперо номер 2, было запланировано, что свет погаснет в зале. Я зашел в правую кулису, обошел, понял, что она стоит там. И в темноте ее загорел и прошептал на ухо, милая. Значит, Света была замечена ранее? Конечно. Свет, как ваша молодая семья жила, когда старшему 20, а младшей 15? Это же представить трудно. Прекрасно, прекрасно. Где вы поселились? Мы снимали квартиру на Арбате. Вот, до сих пор просто проезжаем и не вспоминаем. Им реальный дом. Да. Да, мы вообще жить начали, понимаете, на старом Арбате со Света. У нас наша семейная жизнь, потому что мы толком в Одессе не успели повстречаться. То есть так получилось, что я влюбился в Свету и через неделю уже уехал в Москву. У нас как бы не было времени даже конфеты, букеты подарить друг другу, понимаете. И мы, я уехал в Москву. Правда ведь рука судьбы вас взяла вот так? И подтянул ее сразу с собой. И мы начали уже как бы встречаться и жить одновременно. Знаете, это тоже интересно жить. Ну что? Вдвоем? Редкий случай. Да, вдвоем как бы вот денег нет у нас. Очень рады, что-то так. Мы всегда. Нам какие-то деньги платили, платили там люди, которые занимались там. Да, это канал-то, что-то вообще нет. Вот, и мы нам давали немного денег, там полторы тысячи рублей. И мы на эти полторы тысячи рублей в то время должны были прожить около трех недель. И для нас был со святой праздник, когда у нас оставалось 10 копеек. Представляете, 10 копеек, и мы могли пойти и купить себе рожучек. Свет, Виталий, скажите, вы такими же будете демократичными родителями, когда придет ваш час? Тут очень простой ответ на этот вопрос. Главное, чтобы детям хорошо было. А жизненный опыт? Чей? Словослый. Главное, чтобы детям хорошо было. Свет, когда мама приехала к вам впервые? Мы приехали. Страсти должны были увлечься как-то или что? Мы просто приехали. Мама была очень рада, что мы приехали. Очень, кстати, тепло нас встретили. Папа и мама, они как-то, они поняли, что просто он нехорошо, поняли, что какой Виталик. Что он серьезный намеренный, молодой человек. Вот, поэтому родители приняли нас хорошо, очень были рады, что мы приехали. В общем, до сих пор приезжают к нам в гости, навещают внуков. Когда мы жили на Старом Арбате со Светой, я постоянно боялся, что приедут Свети на родители, папа, и будут проблемы какие-то. Мы так во двор заглядывали сначала, и нет никого возле парадной. У меня Виталик говорит, Света, папа приехал. И пугал меня просто. Пугал меня, да. Вот такая экстремальная ситуация, конечно, была. Ну, я тоже понимаю, я же сам отец сейчас, ну, если бы моя дочка уехала, конечно, в другую страну. Это вот не пришло, а непонятно, какой человек может попасться. Я бы, конечно, немножко пожестче поступил бы. А у вас еще есть в кругу ваших знакомых у кого-то подобные истории, чтобы вот так счастливо сложилась семья? Ну, есть у нас знакомые, сколько, 94 сейчас уже, Ольга Владимировна, да. Да, есть такой пример один. Вообще для нас, если говорить без шуток, без иронии, для нас является и для Светы, и для меня. Большим примером это наши родители, ну, модель. Как жили мои родители? Всегда в согласии, всегда в взаимопонимании. Моя семья жила так. И Светина родители также жила. Никаких разводов, никаких разладов, никаких проблем, никаких конфликтов. Ну, по большому счету, бывают мелочи, конечно, они у всех бывают. Но в большей степени, конечно, родители для нас, наши родители являлись примером в этой модели. И я хочу, чтобы... Мы являлись примером для наших детей, безусловно, конечно. Я знаю, что ты очень рано потерял маму. Верно, да. Мне было 21 год, когда она ушла из жизни. Это верно. А что случилось? Ну, стечение обстоятельств, тяжелая болезнь. И в какой-то момент просто ее подкосило очень сильно, она ушла из жизни. Это был очень большой удар для меня. 21 год, это же мальчик еще, совсем юный. Так трудно было осознать это. Я в этот момент еще как раз на гастролях находился. Это же история очень... Понимаю. Такая, прямо, она удивительная, на мой взгляд. Мама уже лежала в больнице. Когда я уезжал из Москвы на гастроли, я ее положил в больницу, потому что в ночь, перед тем, как я должен был уехать, ей стало плохо. Она себя почувствовала плохо. Я вызвал скорую. Скорая приехала, значит, посмотрели. Сказали, ей максимум осталось жить 3-4 дня. И, безусловно, я, конечно же, в это не поверил, но ее положили в больницу. Вот. И я никогда не забуду момент, когда я уже в какой-то момент, наверное, понимал, что я ее не увижу. Какая-то все-таки вот интуитивная такая история была у меня в голове, в моем сознании. Она смотрит на меня и говорит, сыночек. Она, в принципе, уже как бы не разговаривала, еще не понимала. То есть такая уже тяжелая внутренняя интоксикация организма была. Она лежала, смотрела на меня. И тут я смотрю, говорю, мамочка, все будет хорошо. Я через некоторое время, 2-3 дня, и вернусь. Мы продолжим лечение. Я тебе положил в лучшую клинику. Все нормально. Ты под присмотром врачей находишься. И я смотрю, у нее мысль прямо в глазах тут появляется. Она смотрит, смотрит, смотрит на меня. И такая, знаете, вот чисто материнская любовь у нее в глазах появляется. И она смотрит на меня и говорит, сыночек, у тебя, говорит, вот на носике и на щечке 2 прыщика. Тебе нужно что-то с ними сделать. И я понимал, сейчас понимаю, что даже в самый трудный момент, когда ей было очень плохо, когда она очень сильно болела, когда у нее был критический момент со здоровьем, она все равно думала обо мне. И я уехал в Сочет, и на следующий день она уже не разговаривала, не звонила. Это была очень важная поездка. В нее нельзя было не поехать? Ну, в тот момент, видимо, да. Я вообще, в принципе, так, парень-то молодой был. Я приехал, только приехал в Москву, только началась моя карьера. Вот. И я, в принципе, может быть, в какой-то момент еще не понимал каких-то серьезных вещей. Ну, в силу своего возраста, там, 20 лет. Парень горячий, молодой, знаете, все. Я сейчас, мне уже 40 лет, я осознаю там, понятное дело, какие-то вещи. В тот момент я уехал в Сочи, значит, и вдруг она мне утром, я спустился на пляж с музыкантами, она мне звонит. Она мне звонит, мне говорит, сыночек, привет, мне стало легче, все нормально, я иду на поправку. Ну, это вот, знаете, как говорят, перед смертью легче становится. Я не поверил, как мама могла взять телефон мобильный, набрать мой номер, когда она уже два месяца в принципе не разговаривала. И она мне звонит, да, говорит, вот твой охранник принес мне яблочки моченые, мои любимые. Я тебя жду. Я говорю, мамочка, я завтра приеду, все будет нормально. В 8 часов вечера у нас есть некоторые танцоры, которые поднимают парашют высоко на сцену и опускают, ну, такой сценический номер. И под парашют залетает ласточка. Случайно? Случайно. Залетела под парашют, она погибла под парашют. И вот с этого момента я стал верить в какую-то эзотерическую связь. Сейчас объясню, почему. Значит, в 8 часов вечера в полдевятого я узнаю о том, что у меня умерла мама. Я возвращаюсь в Москву, сообщаю на следующий день о том, что умерла мама своему отцу. И мой отец рассказывает мне, говорит, Виталик, ты знаешь, мне вчера, говорит, приснилась мамочка. Она, говорит, пришла домой, постучала в двери. Я открыл дверь. Я говорю, и что? Она, говорит, в руках что-то держала. Я, говорит, ее спрашиваю, а что ты держишь в руках? И мама отвечает моему папе. Посмотри, говорит, какая красивая ласточка. Представляете? Нет. И я не говорил папе об этом случае, что в 8 часов вечера ласточка залетела под парашют. То есть я просто своему отцу сообщил о том, что мама умерла. Он заплакал и рассказал мне вот эту историю о том, что она ему накануне снилась с ласточкой в руках. Все представляете? Я так, знаете, вообще человек реалист по жизни, но вот такие моменты, конечно, их несколько штук было в моей жизни. Таких конкретных точечных моментов, когда я стал понимать, что есть какие-то высшие силы, есть эзотерическая связь. И обмен энергиями, в конце концов, что-то все-таки существует не без этого. Свет, каким Виталий не знают? Потому что когда общаешься, так разговариваешь, понимаешь, что целый мир, который окружает и вашу семью, и вас, о котором мало знают, вы неохотно пускаете в свою жизнь? Хороших людей, почему пускай. Когда приятно с человеком общаться, когда приятно видеть, конечно же, с удовольствием. Видите, наверное, впервые в передаче такое возникает, в гостеприимной. Ведь дом и семью, и детей нужно каким-то коконом все-таки окружать защитным. С какой целью? С целью, чтобы, во-первых, они не контактировали с этим агрессивным миром, который не весь для них полезен. Дело в том, что вы сейчас говорите про агрессивный мир. На мой взгляд, не знаю, может быть, я заблуждаюсь, но вся агрессия в голове у человека. Я не считаю мир агрессивным, допустим, я. Нужно быть открытым, честным, искренним. Я всегда говорил, и вот многие мои коллеги задают, говорят, как у тебя удается на протяжении двух-трех часов зал держать напряжение? Люди просто не отворачиваются. Сидят вот так вот, как заколдованные. В чем секрет? Я говорю, на сцене просто нужно быть честным и открытым. Но ничего выдумывать не нужно. Постановкой не нужно заниматься. Раз, там какое-то движение придумал. Вот как у тебя идет от души, так и нужно делать и в жизни, и на сцене. Когда человек уходит, близкий очень человек уходит, связь с ним ведь не прерывается. И в какие-то моменты, ну даже начало семейной жизни, мама как-то снилась, давала какие-то советы, как-то присутствовала в жизни, удерживала, может быть, от чего-то. Ну, я вам хочу сказать, когда я пою песню «Мама», а я, жить после смерти, своей мамой посвятил яйцевую программу в 2004 году, как она и называлась, песня моей мамы. Когда я пою песню «Мама», особенно в тех городах, где она жила некоторое время, всегда чувствую ее присутствие. Это выражается в очень таких конкретных прям явлениях. То серпантин ни с того ни с сего упадет на песню «Мама» со сцены, то что-то, какой-то звук странный, то еще что-то. То есть я постоянно чувствую ее присутствие именно при исполнении этой песни. Когда я прихожу на кладбище, вот мы со Светой пришли на кладбище, мы сидели у нее на могиле, я посмотрел на небо случайно, и мы увидели сердечко из облаков. Прямо на дна, представляете? А с папой как отношения с Владимиром? Хорошие. Добрые, хорошие отношения. Ну, как папа и сын. Кто по профессии отец? Папа, значит, проработал долгое время в службе «Горгаза». Это его любимая профессия. Он прям обожал ее. Потом так произошло, что он сорвал себе позвоночник, у него проблемы со здоровьем начались. Он 14 лет, в принципе, был неработоспособен, так скажу. Сейчас он живет в Одессе, возле моря. Дышит свежим воздухом, радуется жизни. Сколько лет вы уже работаете вместе с Сережей Пудовкиным? 20 счастливых лет. Огонь, воду и медные трупы прошли? Побольше, наверное. Две воды, два огня, две медные трупы. Скажи, пожалуйста, у самого пожертвования продюсера, потому что это человек, который очень многим жертвует ради артиста. И об этом он как-то помалкивает. Любит по-настоящему. Любит. Как бы это странно ни прозвучало, но это настоящая любовь. Профессиональная, дружеская любовь. Между артистом и продюсером я вообще считаю, что самый главный, самый сильный и долгосрочный тандем между продюсером и артистом это настоящее искреннее отношение. Дружеские. В стереотипе там рисуют многие, что там продюсер это такой надзиратель, который стоит над артистом и заставляет его что-то делать. Карабас-барабас. Да, и платит ему там рубль, а любимую долю забирает себе. Во всем должна быть честность, открытость и прозрачность. И дружеские отношения, и настоящая любовь. Я за продюсера горой встану. И его за меня. Вы видите, как он меня защищает на всех телевизионных программах. Прям мне за него страшно. Этот человек настолько сильно переживает и защищает меня, что я думаю, а чего же он меня защищает? Это вроде же не от чего. Нет, кто-то не верит, что у меня такой высокий голос. А он доказывает, что он именно такой. Придите на концерты, послушайте. А сейчас, кстати, какая технология распространения музыки, если пираты могут тащить все, что угодно? Как музыканту свою музыку в хорошем смысле продать, чтобы заработать на этом? Я как творческий человек хочу вам сказать, Главное, чтобы твои песни, твою музыку максимальное количество людей услышало во всем мире. Ну, заработать – это такое дело, знаете, потом заработаем. Я придерживаюсь этой теории. Потом заработаем. У меня песня, знаете, есть хорошая. Не надо над своей судьбой вам голову ломать. Все вовремя придет к тому, кто умеет ждать. Знаете, человек, который стремится заработать много денег, он их никогда и не заработает. Потому что он поставил себе такую цель. Ему постоянно будет казаться, что он беден. А вот женатый артист и неженатый артист, какой он для публики более привлекательный? Мне продюсер Пудовкин говорил, что неженатый больше привлекательный. Конечно же, ну, понятное дело, там, да, куда ты. Но я как-то не запаривался на эту тему, потому что я, в принципе, никогда не был популярен среди женского пола. И как-то я не думал об этом никогда. Я пел хорошие, красивые, душевные песни для всех. Для детей, для взрослых, для семейной аудитории, для бабушек, для дедушек, для всех. Ну, конечно, безусловно, продюсер был прав по поводу того, что артист должен быть один, без семьи, конечно же. Если у него она есть, но ее не нужно показывать, потому что это, как бы, меньше людей на концерты будет. А дюсер, он как такой титанатор, он постоянно должен... Ну, это же его профессия, ну, это же его профессия, конечно. Но он абсолютно правильный. Пудовкин, он же все-таки, да, там, продюсер такое слово, ну, ни туда, ни сюда, знаете. Он бизнесмен, у него очень хорошее видение и взгляд со стороны. То есть я там говорю, допустим, что есть хорошая песня, давайте запишем эту песню. Он смотрит, она не подходит. Я говорю, нет, давайте запишем, мы ее записываем, и она действительно, оказывается, что не настолько хороша, насколько я думал. То есть он смотрит со стороны и видит сразу. То есть это его видение. Конечно же он знает, что нужно, какие песни нужно писать, как себя вести артисту, где закрыть жабры, где открыть жабры, ну, безусловно. О, это легенда с жабрами, это было, конечно. Нужно рассказать про Китай. В Китае вас очень любят. И это не просто так. То есть там сумели что-то услышать, что-то расслышать. Как это произошло? Впервые в Китайскую Народную Республику мы приехали в 2006 году на Дни России в Китай. И вот с этого момента я вышел на сцену, значит, спел опера номер два. И с этого момента началась вот эта вот долгосрочная дружба. Я счастлив и рад, что есть возможность на сегодняшний день реализовывать свои творческие способности на таком высоком международном уровне. Потому что я начинал свою творческую деятельность в восемь лет. И шел по этому пути, никуда не сворачивал. И я действительно счастлив, что у меня есть семья, и есть возможность работать и развиваться. Кстати, а вот по поводу вот этого я хотел рассказать. А что это такое? Это вот пять лет назад мне китайцы подарили вот такую вот статуэтку. Статуэтку Витаса. Вот. И это, как бы, опять же, возвращаясь к теме эзотерики, это стало каким-то предвестником и символом того, что сейчас по всему миру стоят более 400 восковых фигур. То есть пять лет я смотрел, думал, какая-то восковая фигура. Похоже. И через определенное количество времени мне поставили по всему миру восковую фигуру. У вас тут выполнена программа «Максимум». В смысле, Максим. Нужно рассказать о человеке. Максим, сколько тебе лет, громко скажи? Четыре. Четыре – это уже очень хорошо. Очень. Сейчас папа с мамой с гордостью расскажут, что они уже знают о четырехлетней гордости. Максим позавчера побывал на моем концерте. Сегодня утром встал и начал петь «Птицу счастья завтрашнего дня». В основном, что человек просто поет песню «Птица счастья». А вот сейчас откровенно. Если Макс скажет, хочу быть певцом, папа будет в ужасе или в радости? Я вам хочу сказать, что вообще детям ни в коем случае ничего запрещать не нужно. Детям можно только что-то подсказать, что-то им посоветовать. И красивые теории, правда? Нет, ни в коем случае ничего не нужно запрещать. Если он захочет стать артистом, я, конечно же, безусловно, его в этом поддержу. Если он захочет стать кем-то другим, это его выбор. А артист будущего он какой? Вот даже на нашей памяти эволюция артистов такая, что даже не предскажешь, какой он будет через пять лет. Абсолютно верно. Железная логика. Даже если внешность, видать, двою проследить, эволюционировал очень сильно внешне, что дальше? Будет видно. Будем видеть, как говорят в одессе. Алла, у вас сейчас уже в каком-то? В четвертом классе ведь, да? А вы уже приглядываетесь к ней, к ее талантным способностям и ее желаниям? Ну, она на концертах выступает уже у меня и довольно-таки успешно. Я вот зашел позавчера в интернет после концерта и увидел гигантское количество отзывов по поводу ее выступления, не по поводу своего. То есть она один раз выступила, это какой-то бешеный резонанс вызову в сети. Все обсуждают, все говорят, когда у Аллы будут сольные концерты свои. И я уже стал задумываться о том, чтобы сделать ей свою сольную программу. О музыке Аллы у вас учатся? Недавно начали. Буквально занятие 6. В 5 часов приходят, в 6 ей нужно поесть, в 7 часов с 7 до 9 ей нужно уроки делать, да? Вот если жить в свободное время в нашем детстве, когда вообще нечем было делать, и ты занимался тем, чем хотел. Чем? Я приходил со школы в 2 часа, но я вообще в принципе в школу не ходил, я прогуливал. Ну, я был такой ученик творческий, у меня состояние художника было все время. Папа мне подарил юнику маленькую, и он это очень с одной стороны напрасно сделал, а с другой стороны, видите, я стал артистом. Он подарил мне юнику, и я перестал ходить в школу в принципе вообще. Я до 5 класса был отличником, у меня ни одной четверки не было. Потом папа юнику купил, я вообще в принципе в школу перестал ходить. То есть я приходил в школу, понимал, я так хочу на юнике поиграть. Я убегал с урока, с первого, залезал, родители были на работе, залезал в окно, открывал у нас сетка, такая для Комарова была, срывал эту сетку, залезал в это окно, через окно, ну, первый этаж был, и играл на юнике. Мама приходила, я ключом двери открывал, а я уже там заценируюсь уже. Ну, сейчас ведь в ваших руках образование детей, можно их в такое количество записать секции кружков, что от детства не останется ничего, а можно поступить как-то избирательным? Знаете, пользуясь случаем, можно, я хочу обратиться, не грузите детей, пожалуйста, личная просьба, невозможно ни в кружки сходить, ни на плавание, ни на тэкваду, а на тэкваду любят заниматься. Уроки, 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 просто невозможно продохнуть. У ребенка каникулы сейчас сколько? Две недели? Две. Неделя. Она каждый день по шесть часов занимается. Дайте пожить, дайте пожить детям. А в вашей семье мы желаем не останавливаться на максимуме, в смысле на максимуме. Спасибо. Спасибо вам. Зааплодировал даже. До свидания.